Вообще, сам феномен Минска, и в частности форума, который на этой неделе собрал видных экспертов с разными точками зрения на общую проблему глобальной безопасности, это вот увидите то, что будет жить в экспертной среде еще долго. Я понимаю, что для вечера воскресенья, возможно, пора уже к другим темам недели. Мы обязательно сделаем это через несколько минут. Тема действительно есть, но закрывая разговор о Минском форуме, я хотел бы зафиксировать один важный момент про Украину. Вот правда, он был, остается самым главным пока вопросом во всей нашей региональной безопасности, стабильности, даже так, в нашем славянском балансе. Вспомните встречу в Житомире на прошлой неделе. Есть воля, есть человеческое тепло, есть контакт. Мы, журналисты, ждали оценки от президента, а как он, опытнейший политик, оценил новичка Зеленского. В контексте всего, что происходит с Украиной, на Минском форуме прозвучали такие слова. Я почувствовал, что президент Украины человек настоящий, крепкий патриот своей страны, абсолютно нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая ему досталась в наследство. Он готов к трудным решениям для достижения мира, и мы его в этом поддерживаем. Одно из таких трудных решений, которые сейчас стоят перед Владимиром Зеленским, убедить в действенности формулы Штайнмайера. Некоторые киевляне встретили протестами его подписания украинской стороной. Хотя в самой Украине и вокруг нее за эту формулу готовы схватиться как за нечто не на словах, а на деле способное приблизить к миру. Вот и глава дипломатии ЕС Федерико Магерини, выступая в Европарламенте, утверждает. Итоги трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября по так называемой формуле Штайнмайера – это шаг, который может привести к прогрессу в полном выполнении минских соглашений всеми сторонами. Должно быть ясно, что минские соглашения остаются центральными для достижения устойчивого мирного решения конфликта, чтобы остановить столкновение и прекратить страдания людей. Между тем, сам Франк-Вальтер Штайнмайер, сегодня он исполняет обязанности президента ФРГ, а в 2016, когда предлагал меры по урегулированию конфликта на Донбассе, был министром иностранных дел Германии, выразил недоумение по поводу реакции украинцев на его формулу. Во-первых, он опровергает обвинение в том, что формула создавалась под влиянием России, а во-вторых, подчеркнул следующее. Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких. Ну вот, ни больше, ни меньше. Почему же тогда такая реакция? Эксперты сейчас упражняются в своих версиях, я не буду пересказывать, но вот бросается в глаза, например, такое сообщение. Социологи утверждают, что большинство украинцев не понимают, что означает словосочетание формула Штайнмайера. Это похоже на правду. И это серьезный повод задуматься о том, так кто же шумит на киевских улицах, кто и кого выводит на протесты и снова раскачивает лодку. Зачем? Разве не все хотят мира? Не убивать, а рожать детей? Это, безусловно, было бы исключительно суверенным делом наших соседей, я не пытаюсь вмешиваться в их внутренние дела, но Донбасс – это уже большая общая боль всего региона, и с ней надо что-то делать.